Смотрите внимательно. Что происходит? Положили шнур. Все внизу находится на самом деле. Приподнимаем шнур сам по себе. С этого происходит пронос шнура. И вот где-то в 12 часов делаем коротенькую тяжечку. Для того, чтобы просто сделать ускорение. Приложение силы. Запомните. Начало все идет плавненько. Самый конец, где-то в районе 12 часов. Идет ускорительный процесс. Но предплечьем, не кистью. Как рывочек. Детель с вами сформировали. Естественно, вы ее начинаете добивать тяжкой. Все, она улетела. Но это можно сделать всего одно движение. Смотрите внимательно, как это происходит. Видели? Не надо прилагать слишком больших. Вот она развернулась. Отдали назад. Отдали назад. Все выполнилось. Тренируем один момент. Это у нас английский стиль. Английский стиль тогда, когда сейчас стиль само по себе и прочее будет все хорошо разворачивать. Если у вас проводит само по себе ветер где-то сзади. Особенно очень опажный ветер, естественно, сзади и справа. Здесь, называемый, газ и стиль само по себе у вас не гранили. Потому что даже когда вы отбросите все назад, у вас все вот это вот выкинет на вас. Понятно, да? То есть ветер, который сформировали, она не развернется, выкинет назад. Естественно, на подачах все это не будет. На груз, на улице не будет. Ничего не будет. В этом случае применяется, почему я всегда говорю. Все стильы нужно знать и тренировать. Если ветер сильный сзади, и сбоку, допустим, у вас и прочее. Естественно, на перегон на астрийский стиль. То есть что надо подразумевать собой? У нас в районе воды есть крайничный слой, который, в принципе, интересен. Второе. В астрахов сзади, в принципе, нет всего. Почему бы нам не обнести к воде по заданию? Правильно? Не приводите к воде по заданию. Ветер там и так далее. Оно не нужно. В принципе. То есть сейчас это упражнение делаем все. Естественно, нам порода позволяет. Американский стиль, подъем за водой. Астрийский стиль. Ну, то же самое. Видите, как я приподнимаю, уделюсь. После этого я поножу его по резону. Потом дальше, короче, упражнение. Делаем следующим образом. Для новичков. И прочее. Очень большие проблемы сейчас у вас опять создадут, короче, с выпуска шнура. То есть с линейного шнура. Можете выдвинуть шнур. В зависимости от ветра. Вот сейчас ветерок у нас сзади. Естественно, я выдвиняю шнурки. Не на заднюю. Не на заднюю распадку шнура. Если ветерок сверите самого по себе. Никаких проблем нет. Естественно. Сделайте просто для себя. Для начала толку, толку. Не нужно создавать какие-то супер острые петли, пробивайте брошки. Вот это знание. У нас в любом случае олегчится. Мы рыбаки. Мы рыбаки. А как делать? Да. Да. В зависимости от скорости в течении, где вы находитесь. В зависимости от ветра, где вы водите и прочее. Нужно провести непосредственно днем фин. Само по себе. Нимфу. Нимфу мы проводим, естественно, двумя способами. То есть, нужно просто-напросто ее провести вдоль дна. Короче, если есть течение прекрасно, проводим ее через блок. Если нет, короче, как сейчас течение, то, естественно, мы эту нимфу проводим при помощи ветра. То есть, как это делать? Забрасываем нимфу нашу. И против ветра создаем блок. Все. Пускай не все. Нимфа наша, на самом деле, тонет. Пускай она прекрасно тонет. То есть, у нас создалась вон там вот петля. Вот она. Вот по этой петле мы и будем, в принципе, смотреть и осуществлять саму поклевку определять. Как это происходит? Смотрите внимательно вон на тот кунду. То есть, произойдет у вас вот такое вот движение. Понятно, да? При поклевочке. То есть, плавненько начинаем любым способом, само по себе. Или восьмерочка. Или восьмерочка. Или восьмерочка. Или подергыванием плавным. Короче. И стремим. Но поклевку мы ощутим, как вот этот ударчик, то есть, само по себе, дрожание вот это непосредственно. Если мы все выровняем в прямую линию и без наличия течения само по себе, можно поклевку ощутить в руку. Но! Я вам говорю, процентов 80 вы ее просто не увидите. По одной простой причине. Потому, что само по себе, в руку, в руку. Допустим, тот же самый карась, если вы ловите на углу. Бывают удары дороже. Отдаешь ночь. Но бывает просто трогание. А трогание мы можем определить только именно по. Вот этому, создавшему искусственному блоку, короче. В частности, сейчас уголоку. Винтый метр у нас стоит сюда. Естественно, я создал определенный угол. И, естественно, будет нормальная, правильная проводка. Все. То есть, выстраиваем всегда по ветру петлю? Естественно. Или по ветру, или по течению. Разницы нет. То есть, наша задача построить вот этот вот сам по себе блок. То есть, мы занимаемся и проводим ним. Когда вы проводите стример, там да, понятно. Закинули прямо, или что там у вас снесло и прочее. У вас идут стрипики. Здесь течения нет. Естественно, стрипики мы осуществляем в любом случае через блок. Если будет течение, еще лучше. Вот оно течение нам сносит. Я делаю следующий угол. Как правило, просто иду и еще раз. То есть, делаю вот этот мейдинг. Вот этот блок я заграняю. Потому что это все тащит. Нимфа идет правильно. Чуть-чуть подыгрываю нимфой путем подергивания каких-то машинальных и прочее. Вот так или иначе. Вот я прохожу и делаю обыкновенные мейдинги. Для того, чтобы опять же вот эту вот петлю видеть. Если вы этого все не увидите. Будет у вас вытяжка напрямую. Или ветровой. Или какой-нибудь блок самого по себе созданный. Вернее, без создания блока. По течению и прочее. У вас все это вытягивает наверх. И ваша бестолковая нимфовая проводка превратилась просто в бестолковую. Вдоль дана она не пойдет. Она пойдет где-то в каких-то слоях. То есть, нужно избежать как раз натяжения. Да. Она пойдет в каких-то слоях у вас воды. Само по себе. Есть в этом слое воды, в котором она пойдет кормовая база. Естественно, вы вводите поклевку. Естественно, поклевки. Но чаще всего этого не происходит. Почему? Потому что вы ловите не импай. Вот тогда, когда вы проводите мокряк, там другое. Само по себе. Можете его проводить в любом слое воды. В зависимости от отгрузки, от течения и прочее. Но здесь нужен блок. То есть, само по себе. Вот даже сейчас. Тогда, когда вы его выбрасываете, постарайтесь создать этот трендовой блок. Как он создается. Смотрите внимательно. То есть, разыграли каким-то образом шнур. Бросили его. И отвели сразу в сторону. Вот он, блок создался. Сразу. Мейдинг, естественно, еще один. И ждите. Пускай тонет. Она сейчас вытянет у нас все. И хотя бы, пускай вот это вот петлеобразный будет шнур. Но. Вот это вот. Оно должно быть. Угол. По которому мы будем ориентироваться. Как по-какому. Занимаемся. То есть, самое то. Создаем блок. Блок или по течению. Блок в обязательном порядке. Это просто средняя дальность. Без блока мы ничего не поймаем. Мы неправильно проведем проводку и прочее. Дело в том, что если будет течение. Наша задача сама по себе. Не поперек течения провести приманку. А чтобы она сама по себе шла по течению. То есть, имитировала что-то. Естественные слова сама по себе. Опять же, без блока мы это сделать не сможем. Блок можно обязательно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ